В темноте и в обиде 70-летний пенсионер из-за пожара, оставшийся без крыши над головой, вынужден жить в потемках. Временное жилье ему предоставили, но дело в том, что электроснабжения там отсутствует. От прежних обитателей комнаты остался долг – около 10 тысяч рублей. Подробности этой истории в репортаже Елены Яговцевой. Ну что там свет по шарам уделать? Свет не горит. Жизнь на ощупь. 70-летний Николай Ковыляев выходит из своей комнаты только по крайней нужде. Ведь кухня, коридор и санузел коммунальной квартиры тонут во мраке. В помещении отсутствует электричество. Телевизором, холодильниками и электроплитой пенсионер пользоваться не может. Привык уже все на ощупь. Ага, это здесь, это здесь. Уже знаешь, где присесть, где упасть. Даже чай скипятить не начин. Чай ухота попить не начин. Пенсионер поселился в доме номер 85 на улице Закамской две недели назад. А в бараке, где Николай Ковыляев жил ранее, произошел серьезный пожар. Старику предоставили временное жилье – комнату в коммунальной квартире. Вскоре выяснилось, за ней скопился долг за электроэнергию – около 10 тысяч рублей. Сказали, вот уплотите, неважно кто, уплотите и все. А тут комнаты, пять комнат, кто-то там сдает и даже собственник вообще не появляется. И ничего не платит. Нормально. А остальные, которые платят, те еще и страдают. Они вот, ну нет у них денег, чтобы расплачиваться за все. Заплатить такую крупную сумму пенсионер не в силах. Да и не обязан новосел оплачивать чужие долги, считает экс-соседка Николая Ковыляева. Она живет поблизости от сгоревшего дома. Сейчас Юлия Загозкина добровольно опекает пожилого человека. Приносит ему кипяток и еду. Две недели, если бы не ходила, не носила бы еду, он бы просто, ну сами понимаете, что с человеком пожилым. Соцзащита никак, ничего. Типа сходите, соберите справки. А я-то кто, чтобы собирать справки? Мы задали вопрос городским властям. Как получилось так, что одинокому пенсионеру предоставили временное жилье с долгами? И что ему делать дальше? Ответ получили такой. Как сообщили в Управлении жилищных отношений, в ресурсоснабжающую организацию направлен запрос с целью получения разъяснения о сложившейся ситуации. Она остается на контроле управления. Дополнительно сообщаем, что пенсионер Николай Ковыляев имеет право обратиться с заявлением об оказании материальной помощи. Материальная помощь предоставляется единовременно на основании личного заявления гражданина и приложенного пакета документов. Но дело в том, что Николай Ковыляев уже вряд ли куда-то сможет обратиться. Обслуживать себя самому становится затруднительно. Соседи надеются, что органы социальной защиты все же обратят на одинокого пенсионера внимание и определят его в дом для престарелых людей. Ну или хотя бы в комнате у старика снова появится электроэнергия. Елена Иговцева, Валерий Шикунов, Телевизионная служба новостей.